Во-первых, я хотел бы узнать, какова прелесть вообще арктических экспедиций? Потому что какие там трудности, опасности, экстримы, это всем понятно. Что хорошего? Хорошего – это проявление человеческих качеств, которые могут проявиться в экстремальных условиях. И Арктика, она притягивает. Если уже компас у тебя смотрит на север, то ты всегда возвращаешься в Арктику, в Антарктиду. Это трудно объяснимо, но это есть категория людей, которые об этом мечтают. Экстремалы? Экстремалы. Но любая экспедиция арктическая, если она пионерская, тем более, ну, новая экспедиция, она, конечно, связана с определенными трудностями. Это товарищество. У нас есть ассоциация полярников, в которые входят специалисты всяких профессий, которые нужны в Арктике. От специалистов, которые занимаются научной работой, доктора, морской состав. Ну, в общем, это такое арктическое братство, которое существует, и я к нему принадлежу. Ну, я, насколько понимаю, это братство потом реализуется и вне экспедиционной деятельности, те люди, с которыми вы... Да, вы знаете, что у нас разные были периоды с войны Арктики. 14 лет мы вообще не занимались Арктикой. Но люди, которые были влюблены и раньше в Арктику, они сохранились и остались в любом случае. И это уже трудно каким-то образом от этого уйти. Вот 14 лет не занимались Арктикой, сейчас стали заниматься. Это багаж тоталитарного режима по-прежнему? То есть это все наработки советской пары? Это все наработки. Ничего нового? Ничего нового. Мы первый раз... Ну, вот, ледокольный флот удалось сохранить, атомный. Уникальные специалисты, которые там есть. Но за счет не той работы, которую давал государство, а за счет коммерческих, в том числе, рейсов к Северному полюсу. Можно по-разному к нему относиться. И дрейфующую станцию первую мы делали без государственных средств. Возобновили дрейфующую станцию. Но люди, которые, специалисты, ждали этого момента. Я вот дожил до этого момента. Я вообще счастлив. Когда Арктика занимается государством, есть государственная комиссия по Арктике. Возглавляет ее вице-премьер. И это все на государственном уровне. И мы понимаем, что задача такова. Оставить Арктику и ее богатство для будущих поколений. Вот советские, вы говорите, это для... Как вы сказали? Это не я так говорю. Это я. В советский период все-таки было понимание, что Арктика богат и полезная ископаемая. И наступит тот момент, когда она нужна будет экономике России. Ну и так и получилось сегодня. Вы посмотрите. Россия очень серьезно получает экономическую поддержку с арктических работ, разработок. Добыча нефти, газа. Посмотрите, Ледовитый океан и побережье, которое выходит на территорию России. Те субъекты. Начиная от Мурманска, Апатиты, дальше там Тимана-Печора, Алмазы, Якутия, Золото, Чукотки, Норийский Никель. Все это же требовало каким-то образом освоения. То есть без Северно-Морского пути это все невозможно? Те субъекты невозможно было. Это гениальное решение было. Это была корпорация. Северно-Морской путь имел и авиацию, и ледокольный флот. Вы говорите, имелось. Это структура была. Северно-Морской путь, это было управление. Это была структура государственная, которая имела свои полярные станции, имела ледокольный флот, имела полярную авиацию. Это все было. И то, что создавалось, это дало возможность нам сегодня чувствовать поддержку экономики Арктики для России. Потому что это все требовало экспедиционной деятельности, и она поддерживалась папанинцей, челюскинцей. Вы понимаете, вся страна этим жила. Все мечтали быть полярниками. Это да. Сегодня, я думаю, что мы возрождаем. И не только то, что вы сегодня со мной разговариваете, это внимание к арктической тематике. Я президент ассоциации полярников в эти все годы. И я еще раз сказал, и я очень рад, что я дожил этого момента, когда государство заинтересовано в освоении Арктики. А вот вы ведь не только полярник и ученый, вы еще и политик. Какова вообще политическая составляющая? Я пошел в политику. Пошел в политику. Я был, знаете, зампредом в Государственной Думе 14 лет. Очень много лет. Я везде вел арктическую тематику. Лоббировали. Лоббировал. Вел, ну, лоббировал, естественно. И я пошел туда, потому что понимал, что нужна политическая поддержка тех, кто живет в Арктике. Социальная поддержка, социальная политика. И в Думе удалось. Вот мы много приняли законов, которые защищали социально людей, живущих на крайнем севере. О компенсациях и людей, живущих на крайнем севере, закон был. И гарантиях, которые, несмотря даже на все попытки не помогать Арктике, но учитывая мой пробивной характер, я все-таки везде лоббировал, как вы сказали, людей, живущих в Арктике. И мне удалось каким-то образом сохранить. И коренные молодчисленные народы мы занимались. И те, кто работает в Арктике, остался в Арктике, несмотря на то, что мы ушли из Арктики при развале Советского Союза. А почему так вот наши друзья в Канаде, в Соединенных Штатах и в Исландии так нервно отреагировали на возвращение России в северные широты? Ну, это их надо спросить. Там есть какая-то оборонная тоже составляющая? Нет, Канада, понимаете, чем отличается? Канада, вот несмотря на смену режима и власти, у них Министерство по делам североиндейцев сохраняется в любом правительстве. Потому что это часть страны, которая и дает экономике, страны очень много. Ну и они это понимают и не сокращают свои работы с изучением Арктики. Почему так нервно? Я думаю, что нервно отнеслись они в первую очередь к тому, что мы погрузились на дно Ледовитого океана и установили Российский факт. Да, Титановый Российский факт. Вот это да, это самое благотворное. Вы же лично это делали. Да, ну я сам погрузился, я руководил этой экспедицией. Страшно было? Груздев и Соголевич, конечно, страшно. Но подо льдом, вы понимаете, мы же погружались в обитаемом аппарате, который, это не батискав, это мини-подводная лодка. И поэтому ориентация подо льдом очень сложная. Мы готовились много лет к этому, но все равно у нас были проблемы по возвращению. Но это реакция во всем мире такая была, особенно Канада, конечно. Поэтому я сказал, что мне, если место есть, я это говорил всем этим... Можно свой флаг рядом. Можно рядом флаг ставить. Пожалуйста, погружайтесь под лед, ставьте свой флаг. Канадцы везде же свои, на всех соревнованиях, на хоккее, везде флаг. Это каждая страна. И поэтому экспедиция погружения, она была не политической. Она была чисто географической. Потому что я знал, я дружил с Кусто, мы много тем раз обсуждали. Все полярные исследователи, и российские, и иностранные, которые достигали Северного полюса, они там были несколько минут. Лед дрейфует. И зафиксировали точку, и дальше лед ушел. А сам Северный полюс, его точка географическая, находится на дне Ледовитого океана. Поэтому мечта, конечно, была погрузиться на дно и отметить российское присутствие. А дальше она стала политической, потому что все сразу стали говорить, что Россия хочет застолбить. Мы признаем международные все договоренности, конвенцию по морскому праву, которые, к сожалению, не подписали Соединенные Штаты Америки. Вот сейчас Обама был на Аляске, много очень говорил, ничего не сказал про конвенцию. Хотя обещал о том, что он, его предшественник, что они конвенцию по морскому праву, который предусматривает дальнейшие претензии к продолжению арктического шельфа. У нас было очень просто, мы люди законопослушные, но в советское время граница была арктическая. А вот от, если представлять карту Ледовитого океана, от Кольского полуострова до Северного полюса, от Северного полюса до Чукотки, где было написано «полярные владения СССР». И нам проще было идентифицировать эти владения, значит, не надо было нам подавать заявку. Это наше владение, которое было пограничная служба, охранялось. Думаю, пошли навстречу. И считаем, что это правильно международного сообщества. Хотя есть и сейчас критики, что мы зря арктифицировали. Есть такое мнение. Есть такое мнение. Но мы все арктифицировали, а Соединенные Штаты Америки еще не арктифицировали. Это единственная арктическая страна, которая не арктифицировала конвенцию по морскому праву. Вы сами упомянули, что некоторые рассматривают ту инициативу с арктификацией как некую ошибку. А вот у вас персональные были в жизни ошибки? Были. А как у меня? Такой человек может быть без ошибок. Не все готовы признать. Не все готовы признать. Нет, я считаю, что, конечно, мы должны были взвесить все посредства. Нет, все-таки вы не уходите от вопроса. Были ли какие-то решения в вашей жизни, пусть они, может, и не связаны с профессиональной деятельностью, о которых вы сейчас думаете с сожалением? Я, к сожалению, не думаю, но у меня были тревожные мысли. Когда мы вышли в точку Северного полюса, вот эта последняя экспедиция, крайняя экспедиция на атомном ледоколе, и академик Федоров, который был кораблем, который обеспечивал все работы, связанные подо льдом, в момент погружения, перед погружением, я серьезно думал о том, чтобы не погружаться. Когда я сам увидел лед в районе полюса, увидел эти полунии короткие, увидел ту атмосферу, у меня была такая мысль. Вы, говорят, даже завещание написали? Я написал завещание. Да, спасибо. Потому что, в принципе, с Огаревичем Грузиев-то не знал ничего. Он молодец, смелый, мужественный человек. Он поверил мне. Но и вообще экспедиции многие, которые проводились, это доверие к руководителю. Вот это есть такой фактор, который... Ты не должен показать, что ты сомневайся. Поэтому, конечно, я посомневался. Мы по рюмочке выпили. Значит, перед тем и решили уходить, но зная, что рассчитывая на вероятность... Ну, 70 на 30 это много, 60 на 40. Что мы вернемся или не вернемся. Ничего себе. Да, вот такая. Поэтому я написал завещание, но в завещании я написал, кто мне должен. На борту был сын, я ему отдал это завещание. Поэтому тревога была. И, конечно, мастерство Ислогалевича, профессора и доктора технической науки, главного нашего подводника, оно, конечно... Хотя он не погружался подо льдом. Вот это совмещение моих знаний льда и его возможности работать с аппаратом был успех. Вот с дочерью понятно. А то, что сын не стал полярником, почему? Ну, дочь сейчас полярница. Ну, она же все-таки непосредственно не работает во льдах. И она не во льдах, она не фирма, я не буду регламировать, которая делает полярную одежду. Редаков, полярная одежда. Ну, вы же понимаете, что это все-таки очень относительно. Ну, хоть рядом, хотя бы я одеваю эту одежду, и я чувствую их тепло. А сын-то не захотел или вы не... Нет, я хотел. Сын родился в Арктике у меня, в Амберме, в районе Новой Земли. Он уже должен быть полярником. По определению. По определению. Я его морской... Школьником я организовал клуб юных моряков-полярников. Он участвовал в этом клубе у меня, в морскую форму. Ну, летал со мной и на Северный полюс, и в Антарктиду. Но сам профессию профессионального полярника, он как-то... Он экономист, да, Павел? Да, экономист. А вот, кстати, вы как-то упомянули, что какую-то одну из экспедиций вы финансировали из собственных средств. Ну, мы не за счет, за счет туристской деятельности. Да, а вы говорили, что выиграли. А, это нет, это я рассчитывался. А-а-а. Это я рассчитывался. Это я когда прилетел в Антарктиду на маленьком одномоторном самолете, на выжих, американская станция... Вон там и заглубы, да, забрали, не смогли. Я три года не мог спать. Ну, конечно, да. Я искал, каким образом мы его оттуда забрали. И с мотором туда прилетели, да? И забрали с мотором, с двигателем прилетели снова. Забрали, и он своим ходом улетел, перенеся температуру Ан-2. Ну, двигатель другой, Ан-3. И минус 70, там. Минус 70. И ничего не стало. И задача была привлечь внимание, что в России очень много таких самолетов осталось. В советское время это основной был самолет работы в Арктике. Он мог летать на лыжах, по плавках. И внимание к тому, чтобы государство, я хотел, обратил внимание, что надо делать такую корпорацию, которая могла планер оставить. Значит, сегодня летают в Антарктиде, в Арктике, самолеты с планером Ли-2. Дугос, вот вы знаете, которые оставили этот планер, ну, поменяли двигатель, авионику. Но самолет еще мог использоваться для обеспечения жизни и работы на Крайнем Севере. А сегодня Баслер от Ли-2. Сегодня американцы, ну, они летали всегда. У них мощная авиация, у них, конечно, геркулес 4-х моторный. И 4-х моторный, который имеет шасси, лыжи и колеса. Вот про американцы. Вот у вас, у полярников, есть такая же вещь, как, допустим, у военных летчиков всего мира, что полярник из другой страны вам ближе, чем какой-нибудь ваш сосед по личной клетке, потому что это существует некое братство. Есть полярное международное братство. Причем, притом, сегодня мой есть коллега, адмирал Пап, который возглавлял, он является спецпредставителем Соединенных Штатов Америки в Арктике. Мы с ним встречались. То есть аналогичный ваш дом? Да, мы с ним встречались. И вот будучи в одной из недавно поездок, в этом году он был в России, он посетил меня вместе с Пасхолсой и Штатов Америки. Значит, мысль такой, что мы матросы, мы без политики. У нас есть отношения, которые понятны только нам самим. Вот я бы это имел в виду, да. Политика, я стараюсь, как спецпредставитель президента, международное сотрудничество развивать, защищаясь, конечно, российские интересы, но в любом случае стараемся меньше политики. А профессиональные контакты, они есть со многими сторонами. А вот, кстати, насчет, вот про игру мы упомянули. Да, и так получилось, что самолет, вы знаете, что мы достигли Южного полюса. Это мы первые были. А заправиться не смогли, да. Да, кто первый, а заправляется, нет, мы... У нас какая система? Американцы четыре двигателя. У них же четырех моторов, они два глушат, а в два заливают. А у нас, нам, технологически, надо обязательно заглушить двигатель. Вы заглушили, и все. Хотя мы затем летали, и мы заглушили, не могли даже запустить его. Хотя я позвонил Вадиму Владимировичу, что я достиг Южного полюса, он говорит, возвращаетесь. А в двух моторном нельзя один заглушить двигатель. Там сразу... А у нас всего один мотор. А у нас вообще на одномоторном? А я первый экспедиционный экспедиционный, который достигли на одномоторном самолете Южного полюса. И, конечно, это трагедия была. И американцы, нам некуда, у них рейсы, но они очень жестко относятся к посещению своей станции, разрешению и эвакуации нас. И они эвакуировали нас до Макмёрда. И там еще 10 часов до Новой Зеландии, где нас встречал посол. Мы были в зимней одежде, там тепло было уже. Нас переодели, как джиганчин. Помните, вот с этим? Спортивные костюмы. Мы добрались до Москвы, и американцы прислали счет на 40 тысяч долларов за... Внушение экологических там... Нет, за то, что мы нас брали и везли на самолете. А, понятно. На их транспортных самолетах. Хотя это были санрейсы, но это другое дело. И был случай, есть у меня живые свидетели, я был на Олимпийских играх, и нас рядом с Лас-Вегасом, мы перелывы игр, мы там где-то киномос летали, и я на автомате выиграл 40 тысяч. Я эти деньги рассчитался с... А вы азартный вообще? Вы можете заиграться в казино так, чтобы... Нет, у меня есть голова. То есть вы знаете, когда остановиться? Я говорю, азартный человек. Слабость, не слабость. Многие знают, азартный. Ну что ты делаешь? А с кем могли, допустим, сыграть на бороду? Типа скажешь, чтобы Челенгаром бороду сбрил, что-нибудь поставить против этого? Нет, я спорю только, что я брошу курить. Перед погружением, мы тут в такую... Я выиграл, но не отдали мне. Я выиграл машину. Да? Не отдали? Ну, курить я бросил, но... Ну, слава богу, бросил курить. Как давно это было? Периодически снова восстанавливаю курение. Как давно это был случай, когда... Это было лет, наверное, восемь назад. Лет десять, да. А вы себя... Я знаю просто, что вот все мои знакомые армяне, они очень гордятся, что главный полярник вообще планеты, он армянин. Ну, у вас... Вы наполовину армянин. А вы себя армянин ощущаете когда-нибудь? Внешне на русского не похожа. Нет, ну, нет, а вот по каким бы в Армении бываете? Бывает, в Армении. Это историческая родина, и стараюсь ей контактировать, и встречаться. И ко мне есть армянские награды у меня высшие. И это свойственно нации Армении, что они гордятся. Но, слава богу, маленькая страна, армянин-полярник, это... Да, вот, это они с особым симпиететом. Поэтому братские отношения к армянинам не оставляют нигде. А вот вы допускаете такое развитие политическое, может быть, экономическое ситуации, что когда-нибудь и Россия, и Армения, и все бывшие республики снова тем или иным образом объединятся? Не в империю, но, во всяком случае, не надо будет. Ну, и это в объединении идет сейчас. Идет оно? Да, оно идет. У нас союз для государства. Значит, у нас Армения в таможенный союз пошла. Значит, ну, то, что мне ближе. Так, поэтому я считаю, что структура такая есть. И оставляя независимость свою, там, свой язык, свои традиции, но в любом случае объединение, оно полезно, потому что интеграция вообще полезна. Поэтому мы географическое общество уже, мы эту политику продолжаем. Мы подписываем соглашение со многими географическими обществами стран бывшего Советского Союза. Казахстан, там, Армения, там, Киргизия, мы имеем Белоруссия, мы имеем прямые контакты, и у нас были и хорошие отношения с Украиной. Ну, Украина тоже связана с полярными. Я думаю, с полярными делами, связанные с авиацией. Все-таки Ан-2 и Ан-24 и Ан-74, это все самолеты, которые... Я очень хорошо дружил и знал все руководство этого авиационного комплекса, с которыми рабочие отношения были многие годы. Ан-12, рабочая машина, самолет прекрасный. Это все были самолеты Балабоев, там было, а до этого Антонова. А как вы относитесь к экстремальному туризму, в частности, полярному туризму? Ведь многие люди готовы, вот, ради того, чтобы испытать вот этот вот адреналин, и заими глазами посмотреть на белых медведей. Я... Синкевич, царство небесное, мы все раз с ним говорили и писали, что ни одна экспедиция не может быть удачной, если есть хоть одна жертва. Это необъяснимые вещи. Поэтому мы очень тревожно и очень ответственно относимся к этим экспедициям. Потому что для меня, например, все равно связывают со мной. Понимаете? Поэтому экстремальной экспедиции, конечно, мы... Сами участвуем в подготовке, в проверке их готовности. И богословляю я, если это экстремальная экспедиция. То есть вы не одобряете туризму полярную? Я считаю, что туризм нужен. Но я не скажу, что я такой активно его поддерживаю. Я отношусь к этому очень ответственно. И понимаю, что все равно это связано с моим именем, любая экспедиция. Поэтому дети, школьники, все это... Я не сплю. Понимаете, пока не закончится эта экспедиция, богополучно. Многие годы мы, ассоциация полярников, контактирует. Но я считаю, что экстремальный туризм очень... Очень опасно это дело. И без серьезной подготовки, без страховки я эту экспедицию не отпускаю. Вот, знаете, отказывается, что Черенгаров сам все время туда-сюда, на дно океана, а другим... Я сам за себя отвечаю. Понимаете, я отвечаю за себя, и меня трудно переделать. Но появились экстремальные туризмы. Мы очень жестко относимся к представлению и к программе этих туристических экстремальных... Ну и последний вопрос. А вообще по жизни вы жесткий человек? Вы жесткий родитель, жесткий руководитель? Я жесткий руководитель. Но я душевный. Большое спасибо. Спасибо.